До ближайшей школы некоторым юным кировчанам сейчас, как до пенсии пешком, так вышло по распределению дошколят учебное заведение. Вместо положенных по Санпину 500, максимум 800 метров, почти полтора километра. И те с препятствиями, какими, решила выяснить Ульяна Ездакова, вместе со второклассником и его мамой она прошла весь путь от дома до школы. Узнаем, какой он тернистый путь к знаниям. Диана, ну что, мы стартуем от вашего дома на Некрасово 8 и я замечу на часах 11.19 первое, что нужно сделать, перейти дорогу по пешеходному переходу. Часто здесь случаются аварии, в том числе с пешеходами, рассказывает Диана, мама второклассника Ярослава. Видим сейчас пешеходный переход, с правой стороны стоит машина, ребенок меньше ее ростом и если он подойдет сюда, он правда из-за машины ничего не увидит. И с обоих сторон, причем у дороги стоят машины всегда, постоянно. Дорогу перешли, двигаемся в сторону Октябрьского проспекта. И тут нам на голову чуть не свалилась часть рекламного плаката, который вешали рабочие. Мы только что прошли пешеходная дорожка и люди вешают плакат, понятно, что им нужна эта их работа, но маленький ребенок может пройти и ему, не дай бог, может что-то на голову просто упасть. Все живы, идем дальше. По пути Диана объясняет. Когда увидела мартовское постановление администрации о закреплении адресов за школами, возмутилась. Четыре четных дома по Некрасово и часть домов по Комсомольской отнесли к 58-й школе. До нее больше километра пути. Хотя буквально в четырех минутах ходьбы есть другие школы 30-е и 31-е. Машины в семье нет, нет и удобного по маршруту автобуса. Остановка находится вот в той стороне, то есть если он меня проходит вот по той стороне, ему нужно туда спуститься и перейти через дорогу туда к детскому миру. Тем временем наш путь пролегает вдоль заброшенного корпуса ЖД больницы. Вечерами там тусуются подвыпившие подростки. А фонари почти не светят. Жалуются мои спутники. Мальчики на него нападали, угрожали, пытались отобрать деньги, благо что их не было у него просто. Нечего брать, но в любом случае у них были большие бутылки, они хотели меня побить. Затем ребенок должен перейти по двум светофорам на четную сторону Октябрьского проспекта. Пересечь перекресток с милицейской. При этом постараться не попасть под машину, не подскользнуться на льду и дотащить четырехкилограммовый рюкзак. Подведем итог нашей небезопасной прогулки. На часах 12.03 получается на путь. От дома до школы мы потратили 40 минут. Не в силах понять логику администрации и другие родители. В Сан-Пине, говорят люди, прописано. Расстояние от дома до школы должно быть не более 500 метров. При плотной городской застройке 800. Я очень опасаюсь за жизнь даже своего ребенка, потому что сейчас неадекватных и пьяных за рулем очень много. Наши дети опасности подвергают. Наши школы были забиты детьми из чистых прудов. И поэтому наши дома открепили от близлежащих школ и прикрепили в 58-й. Адреса за школами согласованы с Роспотребнадзором, главным санитарным врачом и администрацией школ. С учетом нормы площади на одного ученика и проектной мощностью учреждения объяснили в город администрации. Школы номер 58 гораздо больше, чем школы номер 30-31 и по проектной мощности, и по количеству учащихся. И опять же не забываем по норме площади на одного учащегося. Родители могут отдать первоклашку в другую школу, но только после того, как в желаемое учебное заведение примут всех детей с закрепленной территории. Подать письменное заявление нужно до 30 июня. Ульяна Ездакова, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давич.